Всем привет! Продолжаем смотреть картины знаменитых, известных художников, ну и неизвестных. Сегодня хочу вас познакомить немножко с биографией и картинами. Поль Альбер Берна – это французский художник, директор школы изящных искусств, член французской академии. В своих работах он использовал традиционные сюжеты, писал в импрессионистической манере. Данные я беру из Википедии, картины нашел в интернете. Родился в Париже, в семье художников, мать была известной миниатюристкой. Учился в школе изящных искусств в классе Александра Кабанеля. В 1874 году получил римскую премию, известную в то время во Франции, награды в области искусства. После начал развивать собственный стиль, который отличался от академического приверженца, в котором был его учитель Кабанель. Работал в академической манере, однако затем отошел от нее. Заинтересовался и столько метном, сколько манерой импрессионист. Экспериментируясь с светом и светом, Минар, однако, не примкнул к компрессионистам, а использовал их технику в масштабных декоративных работах, таких как фрески Сорбоны, роспись Плафона, комедии Францесс, столичные раты Шотель де Виль, а также мэрии первого округа Парижа. В 1879 году женился на французском художнице-скульпторе Шарлотте Дубрей. Из четырех детей, рожденных в браке, трое стали художниками. Работы Бинара выставлялись в Академии художеств Великобритании. Портрет мадам Роже Журтен участвовал в парижском салоне. В числе наиболее известных это фрески в университете Сорбоны, роспись потолка в Парижском театре комедии Францесс. В 1912 году Бинар стал членом Французской академии изящных искусств, а затем в 1922 директором школы изящных искусств Парижа, где раньше учился. В 1924 Бинар стал пожизненным членом Французской академии с номером кресла 13. Ну вот и все, что я смог найти у художника Поль Альбер Бинари, французском художнике, директоре школы изящных искусств, члене Французской академии. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok